Хотел завершить мысль насчет господина Ефроса и привел параллель с господином Насатом. То есть была бы логика, если бы он, к примеру, заменил бы господина Насатова, учитывая тот факт, что господин Ефрос работал до вчерашнего дня или сегодняшнего дня в Министерстве обороны. Но когда он заменяет госпожу Ревенко, это немножко ставит какие-то большие знаки вопроса, учитывая тот факт, что, как я и говорил ранее, это очень специфический... Давайте посмотрим. Мы господина Ефроса на самом деле меньше других знаем из этих министров. Он возглавлял чрезвычайный кризисный штаб во время... Давайте те, которые знаем лучше. ...принимали беженцев и, в принципе, неплохо справился. Посмотрим, что будет для МВД. Образование и социальная защита – это чуть-чуть разные вещи. И, может быть, господин Перчунов... Ну, есть у него определенные минусы, но, скажем, он неплохо разбирается в социальной защите. И, как по мне, не знаю, вы уже говорили, что у него очень маленький опыт в образовательной системе. Ну, в принципе, и мало... Ну, видите, госпожа Кошеров говорит, что у него уже есть разработанный план, программа... Мы видели все, да. А у кого нету? Спросите всех, что у господина Спыну нету разработки. О, у него такие разработки еще, что нам аукнется. И были, тоже были разработки ранее, да. Мы видели, чем закончились эти разработки. Про господина Спыну... Я не знаю, стоит ли останавливаться на этом персонаже. Он за что не возьмется, а 100% сделает не так. Я не имею никаких, скажем так, личной неприязни, еще чего-то. Я послужу, то есть, по факту, да. То есть, что было, мы его хорошо знаем. Из всех троих кандидатур, которые сегодня были утверждены, он работал в предыдущем правительстве Гаврилицы, и его почему-то не взял господин Ричан. Это говорит о внутреннем конфликте и влиянии кланов. Потому что, если бы господин Спын был бы очень хорошим специалистом в области энергетики, инфраструктуры и так далее, то господин Ричан его двумя руками взял. Господин Ричан сейчас попросил, и госпожа Кашеру говорит, что господин Ричан попросил. Попросил что? Вернуться в правительство. Чтобы вернулся, господин Спын. Ну, давайте мы не будем. Чтобы вернулся. Мы же все понимаем, что господин Ричан сам не рад, что, ну, партийная дисциплина. Вы говорили, вот госпожа Кашеру говорила, что там есть... Я же не могу не верить, там госпожа Кашеру. ...непартийный министр, да? Боже упаси. Там у нас премьер Ричан, как почтальон Печкин, раздает газеты по стране, вместо того, чтобы заниматься серьезными проблемами. А вы говорите, что нету, есть и непартийный, назовите хоть одного непартийного министра. Хотя они почему-то все участвуют в разных партийных мероприятиях ПАС. Если Парликов не участвует, не член партии. Пока. Господин Парликов не член. Думаю, что и господин Носатый, кстати... Ваше начальство напишет очень хорошую ноту. Почему еще товарищ Парликов не член партии ПАС? И до завтра уже будет. Продолжение следует...